И всем привет, ребят, с вами Стерванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик будет посвящен открытию наших замечательных ультраконтейнеров, которых я накопил на своем основном аккаунте. У меня осталось еще 17 старых ультраконтов и 21 ультраконтейнер, который еще пока что не устарел. Ну а перед тем, как мы их откроем, выполним ежедневные заданочки, потому что в рамках видоса я могу это сделать, пока я записываю его днем, а вечером, когда я привык выполнять эти заданки, я не знаю, а вдруг наша игра опять ляжет и у меня ничего абсолютно не получится. Ну и для того, чтобы, конечно же, наш видеоролик не был супер коротким, поэтому давайте скатаем на Ареса Громе. Заодно затестим это замечательное сочетание после обновления его. Потому что до его обнова, когда я играл с Ареса Громом на осадочке, с кризисом, с кувалдочкой, он себя показывал супер-супер жестко, супер круто. Ну а сейчас его мета, наверное, стала не такая сильная, не так супер круто все получается с ним, но мы сейчас это дело проверим. Ну и, конечно же, выполним заданочки. Нам надо набить 150 тысяч урона, плюс захватить 3 точки и там еще одна какая-то заданочка была, я особо сильно ее даже, если честно, и не запомнил. По 3000 урона залетает смело. Это очень хороший урон с крита. Ну и я смотрю, что даже сейчас, днем, наша игра лагает. Прикольно, прикольно, прикольно. Круто, круто работает наша игра. Не зря, что я зашел именно сейчас выполнить заданки, потому что как раз таки вероятность того, что наша игра ляжет к вечеру с такими лагами очень и очень большая. И если вы сейчас думаете, что это лагает только у меня, то даже вот потому, как передвигаются мои тиммейты, я для себя сразу могу понять, что это лаги не только у меня, а у игры в целом. То есть, если бы эти лаги были бы только исключительно мои лаги, то противник бы ехал бы чисто ровно, без особых подлагов, поддергиваний и прочей ерунды. А когда лаги получаются общие, да, то есть лагает и у меня, и лагает у всех сразу, то лаги вот как раз таки получаются такие, что прям видно, что дергаются танки мои, дергаются танки противника, и все в этом духе выглядит супер печально. Хотя, если честно, можно спросить, наверное, в чате, есть ли у них лаги, есть ли у вас лаги. Если сейчас в чате мне подтвердят эту замечательную информацию, то я буду знать на 100%, но, в принципе, это и выглядит так, как лаги не только с моей стороны. Блин, ну это очень плохо, если честно. Мы уже захватываем все точки. И, 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 и... Я не знаю, как играть в эту игру. Я не знаю, как играть в эту игру, когда у нее, как всегда, не все в порядке. Я планировал открыть контейнеры и полноценно... полноценно выполнить все заданки, но по итогу я уже начинаю ловить какого-то тилта, потому что зайдя в игру, я вижу просто лагающую игру, и это даже лаги по ощущениям не от какого додоса. Да, потому что это, ну чисто, если бы был бы додос, то тут бы уже игра бы полностью легла, а так она просто подлагивает и нестабильно работает. Это, конечно, супер грустно. Супер грустно и супер печально. Ну ладно. Допустим, что сейчас отлагаю, это все будет четко. Мы выполним все заданки и откроем наши контейнеры. Главное, чтобы нам с контов еще что-нибудь интересное дропнуло, потому что если нам еще с контейнеров ничего интересного не упадет, то будет вообще супер печально. Так, и вся эта тема еще идет к тому, что у нас будет здесь досрочка в этой катке. Досрочка, если честно, нам особо сильно не нужна. Так, нам надо урон. 150 тысяч урона. Это где-то около, наверное, килов так 30. Ну в среднем. Пока что у нас килов такого большого количества нету. Поэтому надо работать. Надо накидывать, чтобы эта заданочка была у нас выполнена. Но Ареса, гром показывает себя хорошо. Особенно против легких танков залетают прям очень сочные тычки. 15 к 3 мы уже идем. Поэтому сочетание в полном порядке. У нас, грубо говоря, в открытии контейнеров сейчас будет еще и обзор вооружения. Мимолетный такой. Легенький, тихонечный. Так. Ну и давайте тогда уже быстренько постараемся досрочку тоже втушить. Здесь. Давайте туда вот хороший шарик может залететь. Как раз там противник на контроле точки играет. Ну и... Нет, никого не зацепило. Все разъехались, к сожалению. Когда уже шарик мой долетел до той зоны. Так. Ну противника одна точка. Соответственно, мы досрочку здесь точно делаем. Заданку с захватами точек я точно выполнил. И единственное только, что у меня здесь по урону. Если у меня здесь набитое большое количество урона, или же мне здесь урона не хватит, 20 киллов сделаем, наверное. Успеем. Ну и плюс есть пару-тройку киллов, которые я не забрал, не добил противника. Поэтому там может быть тоже что-то, что-то где-то залетело. 44 точки. 5 точек до конца. Но по идее за 5 минут, за 5 минут я мог успеть 150 тысяч урона наколотить. Особенно на грамме, особенно с кризисом. Ну посмотрим. Может быть чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть буквально не хватило. Так, и еще один по викингу. Не успел. И победочка. Ну посмотрим. Так, 3000 кристаллов за такую катку мы получили. Очень быстро. Нет, урон я не набил, а зато 3000 кристаллов заданочку выполнил. То есть осталась у нас всего лишь одна заданка с урончиком. Но мы ее оставим уже в надежде, что вечером я ее все-таки выполнить смогу. Ну и теперь можем полноценно открыть конты. Мне на бездонате с открытиями контейнеров прям очень сильно везет. И падает очень хороший дроп. На основе, к сожалению, мне за последнее время падали только золотые свечения. Их осталось, к слову, тоже небольшое количество. А именно три краски в золотом. И всего лишь пять устройств. Из устройств у меня до сих пор нету Твинсана Эмми, которые я, честно говоря, хотел бы видеть в своем гараже. Потому что я считаю, что это очень хорошее устройство. И оно может себя очень круто показывать. Ну и красных тут есть Жига, есть Твинс с турбоускорителями. Ну и есть Рикошет Гелиус. Рикошет Гелиус это супер устройство, которое я бы тоже в своем гараже бы хотел видеть. Но, к сожалению, мне пока что еще ни то, ни то не падает. Плюс у нас контейнеры обновили. Ну и быть может нам с чем-то повезет. Поэтому давайте открывать, смотреть, что же нам будет дропать. Белого свечения уже нету. Это тоже немаловажный фактор. И быть может сейчас что-нибудь интересное дропнет. Если упадет золотые свечения, я уже буду этому рад. Золотые это уже неплохо. Уже какой-то, знаете, такой бэмсовый заход, бэмсовая прибыль будет. И это уже, как говорится, бодричочек. Но у нас очень много зеленых падает. Прям безумно большое количество. И походу все закончится на просто фиолетовом. Потому что фиолетовое с пятнашки сто процентов должно падать. Ну плохо. 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 Одни зеленые и здесь зеленое и синее свечение. То есть у нас по идее с семнадцати контейнеров упало четырнадцать зеленых. Даже пятнадцать зеленых. Одно синее и одно фиолетовое, если я правильно помню. Печально. Грустно. Ну и сейчас у нас будет пятнашка и плюс сверху еще шесть контов. В очередной раз белого свечения нету. И надежда есть на что-то интересное. Надеждочка. Только давайте не вот так вот опять на зеленом не закончим здесь и потом просто фиолетовое мне даст. Давайте что-то бодрое, бодрое. Переходик какой-нибудь сейчас интересный. Пожалуйста. Переход. Переход. Есть синяя и дальше. Выше. Ну и сейчас на фиолете закончится все инфо-сотка. Но это печаль. Это просто печаль беда. На основе скантов с ультра вообще ничего не падает. Просто от слова не падает. И я что бы я не делал, как бы я бы их не открывал, годного дропа как не было на основе, так и нет. Все. Все мои 40 с небольшим контейнеров открылись. Ни одного золотого свечения я с них не увидел, но зато у нас есть 500 еще контов, которые мы на стриме откроем. Быть может с них нам дропнут золотые свечения и упадет долгожданное устройство, которое я до сих пор не выбил. Пишите, что вы думаете по поводу ультра контейнеров, что дропает вам. Считаете нормальным, когда падают вот такие вот замечательные свечения? Напишите, будет интересно почитать, поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, ну и также не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунтике, мы лично и так это тег тимп, устанавливайте его, поддерживайте меня этим и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч танкоинов, вся информация по этому поводу есть в описании. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!